Всем привет! Сегодня снова с вами Басун и сегодня я расскажу об игре Prime World Defenders. Данная игра относится к жанру Tower Defense, то есть защита базы с помощью башен или каких-либо других похожих сооружений. Игра в принципе достаточно понятная, имеет русификацию, там есть также и другие языки. Меню игры конечно тоже простое, нас здесь, игра приветствует каким-то персонажем, одним из героев. Здесь есть энциклопедия, полный справочник по всем башням, монстрам и всем остальным вещам в игре. Также здесь есть внизу список лидеров друзей, которые играют в вашу игру, кто занимает какое место, можно будет потом посмотреть. Здесь лидеры, то есть по игре, по друзьям, по картам, определенные достижения, какие в игре можно получать. Настройки, там вообще минимум настройок необходимых, разрешение, музыка и все остальное играть. Это запускаешь игру саму. Игра представляет собой вот такую карту. Игру я полностью не стал проходить, потому что я собираю пока все необходимые карты до максимума. Хотел посмотреть и сравнить полностью все их. В отдельных видео я потом расскажу о картах. У нас здесь есть кузница, где можно усовершенствовать карты, потому что здесь система башен реализована с помощью карт. У нас есть коллекция, вот ее максимум 55. Здесь, как видите, карты. Это наши башни. С помощью них мы как бы призываем башни на поле боя. Карты у нас есть трех типов, их легко отличить. Есть вот такое серое обрамление у карты. Это обычные бустеры, как бы, карты. Есть также вот такие карты. С синим обрамлением. Это уже более сильные карты. Они как бы вторые по уровню силы. Дальше у нас есть третий уровень карт. Они вот с таким вот фиолетовым обрамлением или розовым. Карты здесь, в принципе, достаточно много. Но даже после полной прокачки всех талантов, которые здесь в игре есть. Вот таланты. Они прокачаны полностью. У вас может быть максимум с собой взято где-то около 7 карт просто чисто башен и 3 магических. То есть магия здесь тоже приветствует. И она тоже реализована в виде карт. Бустеры у нас обычные, эти карты, которые позволяют вам вызывать башни. Имеют, как и все остальные карты, 3 уровня апгрейда. То есть эволюции. Здесь она так называется. И плюс, кроме уровня эволюции, она имеет просто свои уровни. То есть силу карты. Как видите, простые карты имеют уровень 5 максимум. Уникальные, более высокие уровни, имеют 15 уровней. И самые высокие имеют 25 уровней апгрейда. В игре также есть магазин. Но он не за реальные деньги идет, а за звездочки, которые получаете за получение уровня экспириенсом дается. И при регистрации каждый день, там есть специальная система. В течение 5 дней вы регистрируетесь. Там будет получать бонусы. Там от обычных карт и заканчивая вот такими вот уникальными картами, которые с третьего уровня. И также вы будете получать и звезды, и деньги. Но нужно регистрируется каждый день. Счетчик не сбрасывается. То есть вы можете пропускать несколько дней. Но чем чаще будете, тем лучше. Вот эти звезды вы будете получать и сможете расходовать на вот эти карты. Лучше, конечно, накопить 2 звезд, купить уникальный бустер. Он позволяет вам усиливать. Можете получить не только просто карты, но и усилители для карт. Здесь также есть и простые деньги. То есть игровые можете покупать, накопив их. Но это дело каждого. Таланты также обгрейдятся за звезды. Лучше сначала деньгами обгрейдиться, потом идут звезды. Ну, звезды можно достаточно к этому моменту накопить, чтобы проапгрейдить. Очень полезно. Потому что здесь усиление идет как башень, так и скорость атаки. Также в коллекции у нас есть, кроме обычных карт с башнями, которые обгрейдятся. Кстати, да, здесь есть карта, которая не обгрейдится. Одна это преграда. Она стоит дешево. На поле боя можно ставить и управлять войсками противника, куда не пойдут. То есть преграда. Она не разбиваема, ничего. Есть магия. Вот карты магии. Ну, их, конечно, меньше, чем башень, но не обгрейдятся тоже. Имеют также 3 уровня. Также имеют и подуровни. На 4, там, на 15. Вот у меня одна карта взрыв прайма. Есть улучшения карты, бустеры. Вот они, усилители. Усиливать можно кузницы. Помещаем сюда, скажем, какую-нибудь карту. Давайте, где-то была здесь. Вот, солнечная башня. Вот. Помещаем. Так, не выбрал. Солнечная башня. Помещаем сюда какой-нибудь бустер на разнак силы. Нажимаем. Окей. И вот показывается. Уровень следующей башни будет 13. И 88% из этой будет заполнено. То есть не будет 14 уровня. Эффективность 0. Нужно отдать 238 монет. Но у меня сейчас нету, потому что я уже все потратил. Эволюция, представляете себе, другое. То есть вам нужна карта. Видите же, все максимальные. Эволюционировать могут именно только башни. Давайте покажу коллекцию. Потому что магия может быть только перекована. То есть улучшена другими картами. Эволюция подвергается только карты башен. При этом, как видите, значок здесь красный. Здесь есть зеленый и желтый. Зеленый это первый уровень карты. То есть она не апгрейдженная. Желтый это второй уровень. Красный это третий. Как видите, если открыть карту, можно видеть. То есть, что значит, если во время боя апгрейдить на второй уровень башни, ее урон увеличивается радиус. И так же здесь. Четыре раза эффективность увеличивается. Эволюции нужна карта такая же. То есть, если вы хотите пролюционировать, скажем, карту первого уровня до второго, вам нужна такая же карта первого уровня. Если сходить со второго до третьего, то нужна такая же карта именно в офиг первого уровня. То есть нужно три зеленых карты, чтобы получить одну красную. То есть ее эффективность увеличится. Еще можно будет поднять ее уровни. Как видите, у меня здесь первая уровневая башня, которая была Она вот, по сравнению с начальной, уже видите, как растет 580 У каждой карты увеличивается урон Но в зависимости от того, какая карта, у нее увеличивается и урон, и радиус И может быть, какой-то процент эффекта какой дает она Но это будет рассказано в дальнейшем видео об обычных картах Обо всем остальном Магия просто увеличивается, сила атаки или эффекта ее Но нельзя ее тоже эволюционировать, как и простую карту Вот эту первую, одну единственную Бустеры и усиления, их тоже нельзя увеличивать Но они увеличивают силу самих карт То есть уровень их, не эволюция, а сами карты При этом есть разные карты И они, в зависимости от того, какую карту вы хотите эволюционировать Могут быть применены Есть карты с бустерами-усилителями, которые применяются именно к башням А есть бустеры-усилители, которые применяются именно к картам А есть и к тому и к другому При том, не нужно забывать, что можно накопить максимум 55 карт У меня, видите, 40 даже с прокачкой на максимум талантов Все равно все карты уже на максимум практически По крайней мере, башни все эволюционированы На 3 уровня идет прокачка Вот есть уже некоторые 25 уровни, но это очень долго и муторно Если, конечно, вы играете часто, вам это будет просто Эволюцию вы сделаете, а дальше усиливать Лучше, конечно, сначала эволюционировать Из карт, какие были эффективные, расскажу тоже в отдельном видео по башням В принципе, игра очень простая, понятная Единственное, что приходится иногда переигрывать некоторые уровни, чтобы получить 3 звезды Кстати, звезды даются тоже за вот эти уровни 3 звезды, это значит, что 3 звезды вы получите сюда Там некоторые уровни достаточно сложные Даже в первом боссе уже приходится позарабатывать, покопаться Вот эти отдельные уровни, они повторяются То есть, если вы проходите, вы получаете дополнительно там золото, карты, бустеры и все остальное Там монеты Плюс, там есть каждый раз после боя у вас появляется как бы выбор из 5 карт Вы выбираете одну бесплатно, остальные можете за деньги крутить То есть, можете там открывать еще карты за деньги и получить какие-то отдельные еще карты, которых у вас нету Попробовать, кроме шанса Здесь вот как уйти, основная защита И также вот идут легкие, уровень сложности, средний Все зависит, какие монстры будут, сколько волн Здесь вообще в 3 этапа проходится И награды, конечно, будут соответственно больше Магия Здесь 3 карты можно с собой брать Я взял, в принципе, как на мой взгляд, самые сильные Тоже потом расскажу об этом в отдельном видео Таланты Как я говорил, уже здесь за деньги покупаются И последние две линии, как бы, покупаются за звезды Здесь есть отдельная на Prime То есть, увеличивает начальное количество Prime А прирост Prime за убийство, там, и все остальное И там увеличивает скорость атаки башни на конце Там есть очень медленные башни, а есть и очень быстрые Но там зависит, какая скорость, там и будет урон тоже разный Техника эта связана с башнями чисто Здесь магия качается, там количество слотов, карту-то не Видите У меня уже все куплены, в принципе, они не нужны Нужно еще уровень соответствующий иметь, чтобы получить Но, да, если часто играете, достаточно, не проблема Это Игра есть также на мобильном телефоне, можно поиграть спокойненько То есть, проблем нет Воссы здесь тоже присутствуют Некоторые воссы достаточно легкие, некоторые достаточно трудно Даже первого трудно остановить стандартными башнями, которые у вас есть Ну, на этом, я думаю, все В следующих видео расскажу о картах в твоей отдельности Всем спасибо Ставим лайк и подписывайся на мой канал Всем удачи, надеюсь, видео будет всем полезно Всем спасибо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok